Все мастерицы-рукодельницы, занимающиеся текстильными ремеслами, так или иначе сталкиваются с необходимостью приобретения материалов для своего творчества. Не всегда мы эти материалы покупаем в живых офлайн магазинах. Сейчас очень часто мы приобретаем их онлайн, в интернете. И эти магазины находятся в разных странах, и состав гребенной ленты, кордочеса или пряжи или декоративных волокон может быть написан на другом языке или вообще обозначен парочкой букв всего по международной классификации. Для того, чтобы не заплутать на этих просторах, чтобы не купить то, что вам не нужно, не запутаться, я хочу вам дать вот несколько вот таких вот простых табличек, да, раскладочек, как называются те или иные материалы. Иногда это может быть написано словом на разных языках, иногда всего пара буквок, иногда одни и те же материалы могут называться вообще на разных языках, незнакомо, то есть тот же самый шелк может звучать как сэта или сэйда или сае, да. Даю вам на всякий случай даже классификацию синтетических волокон, да, химических, потому что, чтобы не спутать их с шерстью, да. Ну и, естественно, всякий лен, хлопок, тоже модаль, там, это может вам когда-то пригодиться. Надеюсь, это поможет вам не запутаться, я желаю вам успешного творчества. Если минутки о войлоке вам нравятся, можете поставить лайк, подписаться на наш канал, а я буду готовить для вас еще новые интересные выпуски.